380 лет минуло со дня легендарная Урбулакской битвы. Накануне исторической даты коммунальным государственным учреждением Хогамдахкелесом области Жецу была организована специальная экспедиция в места легендарного казахо-джунгарского сражения. В продолжении мероприятия также состоялась научная конференция с участием членов региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Тему продолжит наш корреспондент. Панфиловский район богат местами с историческим прошлым. В одной из них и направилась туристическая делегация. По словам краеведа Калий Браимжанова, джунгарский Алатау – место казахо-джунгарской битвы, находящиеся в примерно 90 километрах от города Жаркент. Путешествие любителей истории не обошлось без происшествий. На подходе к цели автомобили увязли в полуметровом снегу. Однако это не остановило экспедицию. Справившись со снежной ловушкой, группа продолжила свой путь в глинистую местность. Под названием Аяксас. Мы сейчас находимся у подножия горы. Сюда стекают талые воды со всей местности. В итоге образуется грязь, черная глина. К тому же летом здесь пастухи пасут скот, потому что на этом месте раскинусь Чайлау. Маршрут экспедиции пролегал по историческим местам. В их числе захоронение Жангирхана. В народе полководца прозвали Салкам Жангир. Такого эпитета он удостоился за безграничную храбрость и блестящие победы в сражениях. Так, под его предводительством в Арбулакской битве 600 казахских батыров противостояли 50 тысячам джунгарских воинов. Исследователи отмечают, что Хан Жангир в ходе легендарной битвы в своем стратегическом плане использовал горную местность, где сумел применить ряд сложных тактических приемов, а также искусные методы дробления сил противника. Опасаясь открытого военного столкновения с джунгарами, Жангирхан расположил часть своей дружины в ущелье между двух гор, заранее вырыв глубокий ров и обнеся его высоким валом. Наряду с этим в бою были также применены ядовитые травы. На протяжении двух дней участники экспедиции побывали во многих местах. В том числе группа сделала остановку в местности под названием Кашаман, расположенной в горах Сартау. Есть такая ядовитая трава, растет в местных горах. При сжигании она опускает токсичный дым, которым можно отравить не только человека, но даже лошадь и других животных. В завершении тура состоялась научная конференция, в ходе которой учащиеся школы предстали перед гостями в качестве героев Орбулакской битвы в театрализованной сценке. Не менее интересным стало выступление историков, которые рассказали присутствующим об увлекательных фактах исторического события. На протяжении двух дней наша группа смогла посетить немало интересных уголков. Мы также побывали на месте сражения Орбулакской битвы. По пути останавливались в других исторически значимых точках. В ходе этого мероприятия я получила много интересной информации. Как мы наблюдаем, сегодня на конференции в основном принимают участие молодежь, проявляющая активный интерес к нашей истории. Эта экспедиция показала, насколько важно хранить и беречь память о своем историческом прошлом, знать своих героев и передавать этот генетический код подрастающему поколению. Такие мероприятия, несомненно, вносят значительный вклад в сохранение исторического наследия нашей нации.